Здравствуйте, администрация Краснодарского района. Пенсионерка Татьяна Дашкина живет в этой квартире с 2008 года. При заселении муж сразу сделал ремонт. Купили новую газовую колонку и плиту. В течение 10 лет проверок сотрудники газовой службы не выявили ни одного случая нарушения эксплуатации техники. Да и сама Татьяна знает элементарные правила безопасности. То, что проветривает, надо то, что если что-то вдруг заводить сразу в аварийную службу, это обязательно для того, чтобы не было утечек, для безопасности и квартиры, и вообще всего дома, всего подъезда. Живущий этажом выше Людмила Ольховская уже не раз вызывала газовиков. Ломалась колонка. А однажды женщина почувствовала запах газа. Я вот иногда что-то тут работала на кухне и чувствовала запах. Я говорю, что-то не то. Ну, потом пришли специалисты, посмотрели, проверили. Хорошо, что служба газовая так хорошо работает. Навестили нас, устранили все эти неполадки, и мы очень рады. Запрет на пользование неисправными газовыми приборами – залог безопасности. В последнее время по всей стране участили случаи взрывов в многоквартирных домах. Статистика показывает, что большинство из них происходит после самостоятельной установки оборудования. Если в помещении запахло газом, необходимо как можно быстрее перекрыть краны, прекратить подачу газа и набрать 0,4 или 101 для сотовой связи. Цель ежегодной технической проверки – не допустить возникновения подобных ситуаций. При проверке оборудования проверяются резьбовые соединения, наличие сертифицированных шлангов. Вот здесь они сертифицированы, желтые диэлектрические шланги. Также работоспособность приборов, то есть это газовая плита и газовая колонка. Наличие тяги в вентканале в дымоходе. И также наличие вытяжного зонта. С 2006 года в Самарской области зафиксировано более 500 инцидентов, связанных с нарушением правил пользования газом в быту. От отравления угарным газом пострадали более полутора тысяч человек. 200 из них погибли. Зачастую газовики сталкиваются с тем, что жильцы не пускают их в квартиру. То дверь боятся открыть, то дома нет никого целыми днями. Приходится проводить повторные проверки, так как основная масса жильцов в дневное время работает. Мы работаем с управляющими компаниями, со старшими по домам, управляющими микрорайонами. Узнаем, когда жильцы бывают дома, в какой момент можно к ним подойти. На текущий момент в Красноглинском районе газовая служба проверила 844 дома. Это примерно 80% от общего количества газифицированных домов. Обход квартир планируется закончить до 28 февраля. Елена Нижегородцева, Григорий Плешаков, События.